Путин и Алиев, одна команда, а вот отношения Путина и Пашиняна, по мнению российского эксперта, в беседе с Николом Пашиняном Владимир Путин вел себя как дипломат, были определенные реверансы в сторону Армении. Это выглядело как помощь лично Пашиняну в том, чтобы продвигать вперед урегулирование. Как передает АЗ. Эйзи крайне важно, что на трехстороннем саммите в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении переподтвердили необходимость неукоснительного выполнения всеми сторонами мирного соглашения от 9 ноября 2020 года. Об этом заявил Москва-Баку директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя итоги саммита. Многими наблюдателями трехсторонний саммит недооценивается, говорится, что не достигнуты конкретные результаты, не подписаны конкретные документы. На мой взгляд, такой подход неверен, считает Марков. Встреча прошла успешно. Да, по итогам встречи не было достигнуто значительного прорыва. Как, может быть, кто-то ожидал, но результатом все же стали некоторые подвижки в позитивном направлении. Считаю очень важным, что в итоговом заявлении, подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России 26 ноября, четко прописано, что президенты России и Азербайджана и премьер Армении переподтвердили необходимость неукоснительного выполнения всеми сторонами мирного соглашения от 9 ноября 2020 года, а также договоренности от 11 января 2021 года. Это особенно важно и актуально с учетом того, что очень многие силы в Армении, реваншистские силы выступают против этих договоренностей. Поэтому подтверждение приверженности положением трехстороннего заявления, в том числе со стороны премьера Армении, является очень важным результатом саммита. Это первое. Второе, главной темой трехстороннего саммита стало открытие транспортных коридоров. Подразумевается, что рабочая группа по разблокированию транспортно-экономических связей под сопредседательством российского, азербайджанского и армянского вице-премьеров объявит о предложениях по данному направлению на этой неделе. Но в целом, думаю, по итогам переговоров можно судить о том, что результат будет позитивный. Путин также упомянул о важности деятельности в армяно-азербайджанском регулировании пограничных войск России. На мой взгляд, это является еще одним косвенным подтверждением того, как и фиксируется в трехстороннем заявлении от 9 ноября, что безопасность транспортного коридора, который может быть открыт, будут обеспечивать российские погранвойска. Создание транспортных коридоров, соединяющих в том числе Россию и Армению, Россию и Турцию, экономически выгодные для Москвы проекты. Такие коридоры создадут большие возможности. Третье, Владимир Путин зафиксировал, что стороны движутся к вопросу создания комиссии по делимитации и демаркации границ и что механизмы будут разработаны до конца года. Путин в своем общем заявлении по итогам саммита упомянул продвижение в гуманитарном вопросе в целом. Правда, данный вопрос не зафиксирован в текстовом подписанном заявлении, потому что Москва считает ключевыми все же вопросы транспортных коридоров и делимитации, остальные же более косвенными. Речь идет об армянских пленных. Полагаю, что азербайджанская сторона передаст Армении пленных в случае предоставления армянской стороной карт минных полей. Президент России упомянул и о том, что у него был разговор с руководителем Евросовета Шарлем Мишелем и, по словам российского лидера, Москва приветствует такую встречу. Конечно, в определенной степени это такой дипломатический публичный ход Путина, показывающий, что Москва не забирает исключительно себе инициативу в урегулировании. Но вместе с тем, понятно, что Москва будет следить за этой встречей. И проведение трехсторонней встречи при посредничестве России в Сочи во многом снижает риски каких-либо провокаций Евросоюзе на Карабахском треке на предстоящей встрече в Брюсселе. Россия перехватила инициативу у Евросоюза и озвучила примерные решения, которые должны быть приняты в армяно-азербайджанском урегулировании до конца года. Это было сделано в том числе, чтобы на встрече Алиева и Пашиняна при посредничестве главы Евросовета 15 декабря были по сути подтверждены сочинские договоренности, а не выдвинуты новые предложения. Москва будет стараться содержать ситуацию в армяно-азербайджанском урегулировании под контролем, никому эту инициативу не отдаст. Почему? Потому что Путин считает трехстороннее заявление, принятое по итогам войны между Азербайджаном и Арменией осенью прошлого года, важным дипломатическим достижением России. Россия стала гарантом выполнения соглашения, разместила в регионе своих миротворцев и она ответственная за то, чтобы продвижение по реализации договоренностей происходило. К тому же Россия хотела бы, чтобы Азербайджан и Турция стали членами Евразийского экономического союза. Когда Москва выступает драйвера позитивных перемен, то таким образом создается почва для будущего возможного вступления этих двух стран в ЕС, кстати говоря о встречах в Сочи. Хотел бы обратить внимание на один момент, который выглядит позитивным для Азербайджана, но негативным для Армении. Язык жестов лидеров совершенно очевидно показал, что Путин и Алиев — это одна команда, чего не скажешь об отношениях Путина и Пашиняна. Эта ситуация показала, что у России и Азербайджана более близкий подход к разрешению проблем. При этом можно сказать, что в беседе с Николом Пашиняном Владимир Путин вел себя как дипломат, были определенные реверансы в сторону Армении. Это выглядело как помощь лично Пашиняну в том, чтобы продвигать вперед урегулирование. Всем понятно, что Ильхам Алиев гораздо более мобилен в своих решениях, поскольку он пользуется большой поддержкой населения, его страна одержала при нем победу в войне, освободила большую часть территории от оккупации, в Азербайджане наблюдается высокий уровень стабильности и высокий уровень поддержки президента. Поэтому, скажем так, и на переговорах Азербайджане выступал с более сильных позиций, чем Армения. Пашиняну на переговорах было несравнимо сложнее, чем Алиеву. Поэтому было видно, как Путин и даже Алиев политически протягивают премьеру Армении руку, подбадривают, стимулируют. В частности, на двусторонней встрече с Пашиняном Путин подчеркнул, что как только проекты будут запущены, как только люди увидят, что все заработало, в регионе сразу сложится другая атмосфера. Ильхам Алиев, выступая с заявлением по итогам трехсторонней встречи, отметил, что Баку видит с армянской стороны настрой на создание предпосылок для того, чтобы ситуация в регионе была более предсказуемой. Что касается позиции Еревана в лице премьера Пашиняна на саммите. С одной стороны, заявления главы армянского правительства на саммите звучали как позитивные, заявлено об отсутствии отличий в позициях сторон по ряду вопросов. С одной стороны, премьер Армении хотел бы ликвидировать экономическую блокаду страны, которую осуществляют Азербайджан и Турция. Но для этого ему нужно выйти на примирение с Баку и Анкарей. При этом для него очень важно, чтобы примирение осуществлялось при минимальных уступках со стороны Армении, поскольку этих уступок ему могут не простить. На саммите премьер Армении на саммите вновь попытался продвинуть идею решения вопросов посредством минской группы ОБСЕ, но в целом Москва такой подход армянской стороны не приветствует. Я бы сказал, что Москва и минская группа воспринимается противоречиво. К переговорному процессу России ее не особо хочет привлекать, потому что Франция, США опять начнут мутить воду и от этого станет только хуже, в чем у Москвы нет ни малейших сомнений, но и ликвидировать минскую группу, никак ее не задействовать в урегулировании в Москве считают неправильным. Россия признает провальность работы минской группы на Карабахском направлении, признает, что минская группа подвела. Но при этом Россия считает, что минская группа ОБСЕ вместо деструктивной работы посредством Франции и США могла бы способствовать реализации конструктивной повестки. Например, способствовать принятию итогов московских и сочинских договоренностей России, Азербайджана и Армении как резолюции Совбеза ООН, но вряд ли США и Франция будут это делать. Кроме того, минская группа могла бы способствовать решению гуманитарных вопросов, налаживанию диалога между Азербайджаном и Арменией. Франция и США вместо того, чтобы все время пытаться влезть в трехсторонний процесс деструктивно, могли бы сосредоточиться на позитивных направлениях. Относительно дальнейших сценариев развития событий на армяно-азербайджанском треке, их несколько, в частности, ситуация снова может подвиснуть, потому что у Армении вновь могут найтись какие-то новые отговорки. Это будет вызвать раздражение у Москвы и Баку. И они продолжат Армению стимулировать к выполнению договоренностей, но возможен и позитивный сценарий, так что посмотрим, как все будет продвигаться.